Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Алёна Ермолина. И мой проект «Разговорный английский» – «Вас в английском стаде». Сегодня в видео я расскажу вам о самой основной ошибке, которую допускают речи русскоговорящие на английском языке, особенно на начальных этапах. Первая – самая, наверное, распространённая ошибка. Те, кто изучает английский язык, очень часто забывают использовать глагол «to be» и вместо того, чтобы сказать, вернее, и говорят, например, «I reliable», что означает «я надёжный». Но, к сожалению, в английском языке так нельзя сказать. Обязательно должно присутствовать подлежащее и сказуемое в связке. В данном примере «I reliable» есть только подлежащее, сказуемое отсутствует. Правильно было бы сказать «I am reliable». То есть первое предложение сказано без глагола «to be», и это ошибка. Второе – вопрос. Задаваем вопрос так, как в русском языке. В русском языке мы бы спросили «ты общительный?» И так же и делаем на английском «you outgoing». К сожалению, так нельзя. Нужно обязательно использовать сказуемое или вспомогательное глагол. Если в предложении у нас предполагается глагол «to be», значит, он и будет у нас играть роль и вспомогательного, и смыслового глагола в данном случае. И должно звучать предложение так. «Ты надёжный?» «Ой, ты общительный?» «Are you outgoing?» Если вы хотите сказать «я не амбициозный», нельзя сказать «I am not ambitious». Потому что английский язык достаточно требовательный в этом плане. Нужно обязательно строить отрицание с помощью вспомогательного глагола. Вспомогательный глагол в каждом времени свой. И их нужно просто запомнить. Вот в таких предложениях, как сегодня мы рассматриваем, вспомогательный глагол – это глагол «to be». Следовательно, надо сказать так. «I am not ambitious». «Я не амбициозный». И это будет правильно. Ещё разочек смотрим на правильные предложения. «I am reliable». «Are you outgoing?» «I am not ambitious». Не забывайте использовать глагол «to be» в предложении там, где это нужно. А где это нужно обязательно, я расскажу чуть ниже. А вначале ещё одна ошибка типичная. После того, как начинающие новички в английском языке знакомятся с глаголом «to be», им почему-то кажется, что этот глагол «to be» должен быть повсюду и везде. Если «I» значит «am», «he» значит «is», «we are». Неважно, есть там ещё какое-то сказуемое или нет. Скорее всего, этот глагол «to be» лучше его поставить, чтобы он был на всякий случай. Это вторая крайность. Итак, не надо говорить «I am living in Russia», «я живу в России», поскольку подлежащее есть «I». Сказуемое по-русски – дайте вопрос «живу», «что делаю?» Вот оно сказуемое «жить», «live». Зачем там глагол «to be»? А совершенно лишний «I live in Russia», «я живу в России». А лишний он по той причине, что сам глагол «to be» переводится на русский язык, на русский язык как «быть», «есть», «являться». И если вот это вот предложение попробовать перевести дословно «я есть жить в России», ну, так не говорят. Есть подлежащее «я», здесь сказуемое «живу». В английском языке тоже самое «I live in Russia». И все становится на свои места. Как же понять? Спросите вы меня, как же понять, где нужно глагол «to be», а где не нужно глагол «to be». Ничего непонятно иногда, особенно новичкам в английском языке. Есть такая небольшая фишка. Я вам ее расскажу. Возможно, она вам понравится, вы будете ее применять на первых порах. Итак, вот такое предложение. «Я надежный». А поставьте это в продолжение в прошедшее время. «Я был надежным» в русском языке. Да, я не видал. И вот он, появляется этот глагол «быть». Оказывается, в русском языке он тоже есть. Просто его нет в настоящем времени. «Я являюсь как бы надежным» или «я есть надежный». Но мы так не говорим, а вот в прошедшем «я был надежным». У нас очень даже появляется эта фраза, этот глагол. Вот он. И из этого небольшая фишка, правило, как хотите. Если в русском предложении есть глагол «быть» в прошедшем времени, то в английском этот глагол «to be» должен быть во всех временах. Давайте посмотрим вот на это предложение «I live in Russia». Почему же здесь не надо глагол «to be»? Поставьте это предложение в прошедшем времени на русском языке. Посмотрите, в настоящем времени «я живу в России». В прошедшем времени «я жил в России». Никакого глагола «был» нет. Снепивательно. Глагола «to be» здесь и не нужно совершенно использовать. Надеюсь, вы поняли фишку и сможете ее применять. Единственное, сразу оговорюсь, что эта фишка действует только там, где глагол «to be» является сказуемым, то есть смысловым глаголом. Это делаю замечание, так как есть в английском языке формы, когда по структуре положен глагол «to be». И вы, например, скажете «I am watching TV». Я смотрю телевизор. Вот «am watching» – это такое время. И «am» здесь совершенно несказуемое, ну, как бы оно сказуемое, но оно вспомогает, но он здесь несет роль вспомогательного глагола. А вот в этом предложении «I am not ambitious», например, «am» и сказуемое, вспомогательный глагол. Поэтому будьте внимательны, я обязательно продолжу вас знакомить с основными и самыми распространенными ошибками в английском языке. Если у вас остаются какие-то вопросы, что-то вы не поняли, может быть, где-то я что-то слишком не так как-то объяснила, обязательно оставляйте свои комментарии, вопросы под этим видео или пишите мне на мою почту. Буду рада ответить и пообщаться с вами, мои уважаемые подписчики, читатели и теперь слушатели. Всего доброго! Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok